Президент Владимир Путин наградит капитана яхты Сибирь Сергея Щербакова орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Напомню, он совершил два кругосветных путешествия, а также много лет занимается развитием парусного спорта в регионе. Тем временем правительство Омской области считает работу известного мяча неэффективной и хочет закрыть детский центр, который возглавляет Щербаков. Подробности далее. Бакштаг, швартовый, брочинг. Эти термины для 12-летней Маргариты как таблица умножения для ее сверстников. Два года назад школьница решила заняться яхтингом. Юная Мишкова влюбилась в этот вид спорта однюдь не после прочтения повести «Алые паруса». Зацепило меня это то, что вот я увидела, как на яхтах ходят люди, вот как это все происходит, это вот так захватываешься. А я вот такой человек, который любит попробовать. Мне это очень понравилось. Но возможно в этом сезоне Маргарита, как и другие воспитанники центра, в последний раз выходят под его парусами. Бюджетному учреждению в этом году уже сократили финансирование. На содержание вместо положенных 7 миллионов рублей из региональной казны выделили всего 793 тысячи. 500 из которых ушли на уплату налогов. 293 тысячи выплатили сотрудникам в первом квартале. А дальше многомесячные задержки. В результате поредил тренерский состав и, как следствие, сократилась и посещаемость. Еще в прошлом году в центре парусного спорта занималось порядка 180 детей. В этом году их осталось около 60. Работать без зарплаты остались лишь патриоты своего дела. Сам парусным спортом занимаюсь с 8 лет. Это смысл моей жизни. Я не могу так все вот взять, перечеркнуть. Тренером уже работаю 25 лет. Впервые омский парусный спорт стал получать государственную поддержку в 2002 году. И все благодаря экспедиции команды капитана Сергея Щербакова, который и возглавляет центр. А мечи построили яхту «Сибирь» и совершили кругосветное путешествие. Подвиг был оценен на федеральном и региональном уровнях. Появился сначала губернаторский яхт-клуб. Затем в 2012 году его переименовали в центр парусного спорта, в котором занимаются дети с 7 лет. И не только яхтингом, но и векбордингом, и сноубордом. Но региональное министерство спорта планирует реорганизовать учреждения и объединить с областным центром спортивной подготовки. Мы занимаемся начальной подготовкой спортсменов и тренировочный этап у нас идет. А центр спортивной подготовки, он занимается со спортсменами высшего спортивного мастерства. И если нас туда присоединить, как раз получается так, что мы пилим сук, на котором сидим. Откуда брать спортсменов высшего спортивного мастерства, если не пройти этап начальной подготовки? Сергей Щербаков уже подготовил план сокращения расходов на учреждения, но автономно оно работать не сможет. Обеспечить доступность детского спорта – задача государства. Если же правительство Омской области лишит центр бюджетных средств, то деньги придется взимать с воспитанников. А это минимум 5000 рублей в месяц. Получается, многие малыши останутся за бортом. А значит, на массовость этого вида спорта рассчитывать не придется. Да и великих спортсменов не вырастить, ведь любовь к спорту прививается с детства. Тахмин Атынысова и Павел Хадынский. Новости здесь, Омск. Мы обратились за разъяснением в региональное министерство спорта, но там оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Впрочем, пообещали дать интервью на следующей неделе. Следите за эфиром. Продолжение следует...